Начинаем с ремоут-продакшена, который у нас был первый опыт, потому что мне в Украине больше инсталляции неизвестны. Сейчас покажу наши первые шаги. Значит, что нас подвигло к ремоут-продакшену? Первое. У нас на телеканале должна была запуститься студия. Студия должна была располагаться в центре города. Появился ряд ограничений. Значит, нельзя было машину подогнать, большую Биван, в центр города. Это раз. Значит, выкрутили следующим образом. Поставили распадушку. Распадушка выглядит примерно вот так вот. То есть набор рэков, соответственно, исходили из ситуации, когда комнаты уже были поделены, все было определено, все условия были данные. Соответственно, вот у нас, видите, в каких условиях работали люди, в каких условиях работало оборудование. То, что, ну, и сама по себе раскладушка, она была, в принципе, избыточная, потому что мы ее сняли с других проектов, на которые стали обиваны большие. И ее засунули туда, потому что располовинить ее нельзя. Дальше вот так вот выглядела примерно комната, куда мы старались запихнуть. Меня слышно? Как-то раз настройка идет. Да. Я продолжаю? Да. Вот так вот выглядела аппаратная, в которой посадили всех, всю упускающую группу АСБ. Вот столько народу туда набивалось, когда был эфир, потому что в АСБ, как всегда, творцы хотят поприсутствовать, быть причастными к процессу, ассистенты. Абсолютно все товарищи, которые так или иначе занимаются выпуском программ. Что мы сделали? Значит, для того, чтобы разгрузить помещение, для того, чтобы по максимуму использовать наши facility здесь, по нашему основному месту, откуда у нас вещается канал, мы организовали remote production. Remote production мы организовали на оборудовании RIDL, Micron. Можно на любом другом, просто у нас Micron и RIDL много здесь на телеканале, соответственно, было принято решение организовать на этой технологии. Для наглядности, вот здесь написана работа, это у нас Героев космоса 4, где у нас бизнес-центр Леонардо, вот, это у нас центр города возле Крещатика, здесь у нас находился наша студия. Это просто для наглядности. Между ними лежат две оптики. Что нам это позволило сделать? То есть настроили remote production, все камеры, все сигналы, которые необходимы были, они заходили в Micron, то оборудование, которое передает по оптике сигнал сюда, в основную студию. Мы принимали здесь, выпускающая группа сидела здесь, соответственно, количество персонала технического в офисе Леонардо было уменьшено. И по максимуму использовались все ресурсы большого телецентра, который есть у нас здесь на Героев космоса 4. Вернули комплекс раскладушка на свое место, которое обеспечило другие проекты, уменьшили количество персонала. То есть вот то, что у нас было, все вот эти люди, инженеры, ассистенты, звукорежиссеры, оставили инженеров, оставили ассистента звукорежиссера, осветителя. Ну, еще стояли, само собой, операторы за камерами. Вот так вот у нас стал, то есть у нас все, все программы, которые были из студии в центре города, по факту формировались отсюда. Из Героев космоса 4, из Борщаговки, из нашего района, но это только для украинцев, украинцы понимают, где это находится, соответственно, из другого конца города, двойные слова. Вот примерно так это выглядело. Вот у нас Леонардо, у нас были камеры, подсмотровые мониторы, звукорежиссерский пульт. Вот так вот у нас это микроны от Ридела, которые занимаются непосредственным передачей в основной комплекс ТРКУ. Вот оно приходит в ТРКУ, в ТРКУ сидят уже абсолютно вся выпускающая группа, которая формирует сигнал. Все, отсюда сигнал пошел у нас на спутник. На спутник и всем нашим дистрибьюторам, которые занимаются распространением сигналов. Вот бегло о том, какой у нас первый опыт был. Основной плюс всей этой истории было то, что мы наконец-то, ничего нового технологически нету, но просто было очень сложно доказать творцам, что так можно работать. Потому что вы все технические специалисты понимаете, что даже разные этажи в технологии, для них, для творцов, их немножко смущает. Здесь это был такой брейк в своей оброде, потому что наконец-то эта технология стала на колеса. И более того, мы сейчас эту технологию применяем уже и в других наших локациях как регулярную историю. Таким образом, мы сократили количество персонала в Леонардо и физически поувольняли, потому что не нужно столько. И, соответственно, используем все прелести и все преимущества нашего большого телецентра здесь в основном в нашем месте положения.